Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 133. Вы никогда не задумывались о том, почему свекровь обычно не любит свою невестку, а зять – тещу? Как бы преодолеть взаимную неприязнь? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Без Бога не преодолеть. Это возможно только в страхе Божьем. У нашей матери с отцом нас было 10 детей. И родители с той и другой стороны всегда жили в любви и с детьями, и со снохами, потому что все были верующие. Современные сынохи должны получать такое же наставление, как Сарра, жена Тавита. Тавит. 10 глава. С 10 по 12 стихи. По 12 стих. И встал Рагуил и отдал ему Сарру, жену его, и половину имения, и рабов, и скота, и серебро, и благословив их, отпустил и сказал, «Дети, да благо поспешит вам Бог Небесный, прежде нежели я умру». Потом сказал дочери своей, «Почитай твоего свекра и свекровь. Теперь они, родители твои, желаю слышать добрый слух о тебе». И поцеловал ее. «И едно, — сказал Атавии, — возлюбленный брат, да благословит тебя Господь Небесный, и дарует мне видеть детей от Сарры, дочери моей, дабы я возрадовалась пред Господом. И вот отдаю тебе дочь мою на сохранение, не огорчай ее». Исход, 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Бытие, 19 глава, 14 стих. «И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит». 1 царств, 22, 14. «И отвечал Ахимелех царю и сказал, «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем». Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.